всем привет сегодня буду готовить утку запеченную с яблоками и с черносливом обычно утка ассоциируется с большим праздником но иногда себя любимых можно побаловать и просто так безо всякой на то причины а у нас с вами мы прекрасно знаем индоутка всегда в холодильнике поэтому все это доступно и несложно что мне нужно было для того чтобы приготовить утку утку я буду готовить не в полном объеме у меня здесь ножки и крылья на двоих совершенно прекрасный обед что я сделала индоутку вчера замариновала использовала соль черный перец любимую приправу немножко соевого соуса и оливковое масло ну и и понятно чернослив у меня тоже мой высушенный осенью и яблоко семеринка что делаем индоутку буду запекать вот в такой форме она у меня прекрасно входит в рукав и поэтому у меня будет очень интересная постановка то есть индоутка в форме и в рукаве что делаем яблоки и чернослив распределяю по форме укладываю мои ножки вот таким образом вот 2 мая ножичка утильная и крылышки крылышки более сухие их положу вниз ножки более жирные их положу поверх получится что крылышки наши напитаются соком от ножек ну соответственно и чернослив с ягна с яблочками тоже вот так это будет выглядеть это будет просто великолепно сейчас я все это положу в рукав поскольку у меня духу в духовку будет становиться стеклянная форма то духовку я сегодня не разогревала предварительно видите как она у меня прекрасно входит моя форма ставлю в духовку температура будет у меня нагреваться до 200 градусов вот так будет выглядеть моя красота рукав у меня рукав у меня протыкать ничем не нужно он идет с перфорацией в побоку моя утка готова запекалась она полтора часа в духовом шкафу первые полчаса при температуре 200 градусов а потом я убавила температуру до 180 градусов вот такая она я бы сказала шикарная аромат просто не передать вкус очень-очень-очень достойный готовьте дома вкусную еду и будет вам счастье всем пока-пока всем до новых встреч и всем приятного аппетита